Геральт нашел Цири на острове Туманов. Там, где оставил Юэльский чародей. Однако у них не было времени на долгие приветствия, поскольку до острова добралась Дикая Охота. Нужно было бежать, и Цири телепортировала себя и Геральта в Каэр Морхен, где их уже ждали друзья. Всадники Дикой Охоты неотступно преследовали Ведьмачку и достигли Каэр Морхена вскоре после нее. Разгорелась Великая Битва, которая кончилась бы смертью всех защитников крепости, если бы не внезапное проявление магической силы Цири. Дикой Охоте пришлось отступить, но до победы в войне было еще далеко. Я всегда буду помнить твои уроки и твою жертву. О чем думаешь? Не представляю. Каэр Морхен без Весемира. Я собираюсь спуститься в долину. На следующую зиму подыщу себе другое место для зимовки. Я понимаю. Попытаюсь счастья в Нижней Мархе. Война всегда добавляет работы. Там посмотрим. До свидания. До свидания. Благодарю. Я попрошу. Девушка моя воспитанница. А пожилые люди только для того и живут, чтобы помогать молодым. Ты понимаешь, что это еще не конец? Понимаю. Что бы ты не решил делать дальше, помни, что на Скеллиге ты всегда найдешь поддержку. У меня, у Краха, у его детей. Спасибо. Я буду об этом помнить. Я пока присмотрю за ранеными, но скоро мне надо будет возвращаться. Я оставлю вам немного лекарств. Будь здоров, мышавор. До встречи. Было тяжко. Но все получилось. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Что теперь будешь делать? Наверное, попробую перебраться через горы на восток. А там посмотрим. Будь здоров. Ну и как? Теперь я могу сказать, что видел на этом свете все. Я до сих пор не верю в то, что видела. Вы рисковали ради меня жизнью. Как я могу вас отблагодарить? Мы что-нибудь придумаем, правда? Обязательно. Что вы собираетесь делать? Надо возвращаться в Новиград на следующую войну. Если вдруг соскучишься, мы будем в лагере. Спасибо за все, что ты сделала для меня и для Цири. Честно, если бы я знала, что тут будет, я бы близко к Каэр Морхену не подошла. Рада, что смогла помочь. Но я уеду, как только Ламберту станет получше. Вы едете вместе? У меня есть одна мысль, но для ее воплощения понадобится помощь Ведьмака. Ламберт согласился мне помочь. Удачи. Еще раз спасибо. Теперь мы квиты. Мы можем поговорить? В чем дело? Ты как? Обожаю такие вопросы. Как я? Хуево, Геральт! И ты отлично об этом знаешь. Я знал, что старичок не будет жить вечно. Да что там, я сам сказал Эскелю, что если что случится, я возьму его меч. Знаешь, он отлично лежит у меня в руке. Но весь мир заслуживал лучшей смерти. А умер раздавленный, как вошь. Мы отомстим за него. У меня это не вызывает никакого оптимизма. Постарайся ни с кем не ссориться. Эти люди приехали нам помочь. Ты собрался меня воспитывать? Нет, я просто вежливо прошу. Тогда я тебе вежливо отвечаю. Поцелуй меня в задницу. Пока. Береги себя. А, ты? Жаль Весемира. Спасибо за помощь. Я отдавал долг. Ты сразу вернешься на Артскелек? Да, долг зовет. Послушай, Геральт, ведь у тебя приятель-король. Не каждый может этим похвалиться. Если когда-нибудь тебе или Цири понадобится помощь, ворота Каэр-Трольды для вас открыты. Спасибо, я буду помнить. Решал справиться, как я себя чувствую? Спасибо. Могло быть и хуже. Это хорошо. Жаль мне Весемира. Я знаю, он был тебе близким другом. Спасибо. Был. Слушай, не хотелось бы мне вмешиваться между водкой и закуской. Не пойми меня плохо. Я вам помогу, что бы вы ни устроили. Но, по-моему, сейчас надо контратаковать. Надо отыскать дикую охоту и накрыть ее, как быковцу. К сожалению, это не так просто. Нам будет трудно их найти, а они нас разыщут с легкостью. И застанут нас врасплох. Прости меня, Геральт, но это жалкий лепет человека, который не может прочухаться после удара судьбы. Напейся, проспись. А прежде всего, возьми себя в руки и обдумай это дело. Обдумаю. Зироэль обладает великой силой. Почему никто не учил ее контроля? Представь себе, кто ты ее все-таки учил. Как видно, без успеха. С удовольствием поссоришь с тобой по этому поводу в другой раз. У нас не было случая поговорить. Благодарю за помощь. И за заботу о Цири. Еще будет время для благодарности. Сейчас надо забрать отсюда Зироэль, спрятать и собрать более мощные силы. В Каэр Морхене собрались все, на кого мы могли рассчитывать. В таком случае следует попросить о помощи врагов. Лучшее оружие против дикой охоты – магия. Значит, нам нужны чародейки, мастера магии. Ты имеешь в виду ложу? Большинство членов Ложи мертвы, остальные в бегах. Филиппа Эйльхарт, Маргарита Лаонтиль и Фрингилья Вига, скорее всего, живы. Франциска и Ида. Ты думаешь, они согласятся? Думаю, мы их убедим. Ты поговоришь с Кейрой сама? Да, наверное, так будет лучше. Я не доверяю Ложе, но, похоже, другого выхода нет. Это так. Я заключила соглашение с Императором. В обмен на помощь Ложе получит амнистию и убежище на территории Нильфгарда. Это будет нашим козырем в торге. Фрис, я сегодня же отправлюсь на поиски чародеек. Ты мне поможешь? Разумеется. У меня даже есть мысли, где начать. Проклятие! Вы опять строите планы, никто не спрашивает моего мнения! С меня хватит! Я не дам себя никуда везти, как мешок! Я не хочу сидеть сложа руки! Я устала ждать и прятаться! Ты права. Ты доказала, что можешь о себе позаботиться. Гораздо проще похлопать кого-то по плечу с мыслью, что всё как-нибудь обойдётся, чем набраться смелости и посмотреть правде в глаза. Зираэль обладает великой силой, которую не в состоянии контролировать. Она опасна и для себя, и для других. Пока она не научится владеть собой, она должна оставаться в изоляции. Во-первых, ни хрена подобного. А во-вторых, если уж ты заговорил о смелости, обращайся прямо ко мне, а не к Геральту. Пока. Я лучше пойду за ней. Подожди. Ей нужно время. Позволь ей пройти через Скорбь. А потом мы как можно быстрее начнём уроки. Она должна научиться управлять своими способностями. Всё это обучение. Правда, необходимо? Ты видел, что произошло? С Ири может оказаться даже более опасной, чем Дикая Охота. Хорошо. Мы ещё ненадолго останемся в крепости, а потом присоединимся к тебе и Трис в Новиграде. Встретимся у Лютика. Пойдём, Йен. Чем раньше мы отправимся, тем лучше. До свидания. Продолжение следует... Потому что Ничего не получается, видишь? Ты опустил руки после восьми попыток? А сколько я должна это делать? Сколько потребуется? У меня ничего не выходит. Продолжим позже. С маятником у тебя тоже сначала не выходило. Геральт, прошу тебя. По сравнению с этим, маятник — легкая прогулка. И вообще не в этом дело. А в чем? А Валак говорит, что ничего не выйдет? Пока я не перестану думать о битве. А мысли о котятах и ванильном пудинге в голову почему-то не идут. Скажи, как ты это делаешь? Что? Что бы ни происходило. Ну что угодно. Ты всегда умеешь взять себя в руки. Есть один старый способ. Меня ему научил Весемир, а его — бармен. Отведешь меня в горы и напоишь отваром шалфея? Друиды Скеллиги использовали его веками. И весьма успешно. Эй! Ты пожалеешь. Эй! Ты жульничаешь? Капуша. Я тебе покажу. Ха-ха-ха. Сначала догони. Этого я тебе не прощу. Шутки кончились. Этого я тебе не прощу. Хороший бросок. Шутки кончились. Геральт из Ривии побежден. Поработай над уклонениями. Может, я поддавался? А может, тебя победил великий мастер? Ха-ха-ха. Ты был прав. Ха-ха. Помогает. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ну, что теперь? Посмотрю, где там наш драгоценный знающий. Геральт. 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 Что? Что? Что такое? Вставай. Пора ехать. Я коней заседлала. Цири. Только рассвело. Куда ты собралась? В Велин. Через несколько дней на Лысой горе будет шабаш чародеек. И знаешь, кто у них почетный гость? Не знаю. Просвети меня. Имлерих. Лучшего случая его достать у нас не будет. Как тебе это вообще пришло в голову? Я хочу отомстить за Весемира. Шабаш — это идеальная возможность. Имлерих будет среди своих, пьяный и расслабленный. Он не будет ждать удара. Откуда ты обо всем этом знаешь? О Шабаше? Об Имлерихе? Авалак рассказывал мне о тех, кто за нами гонится. Он говорит, что знание дает преимущество. Пойдем. По дороге поговорим. Веди. Поедем? В путь. После битвы в Каэр-Морхене, которая едва не закончилась смертью всех защитников крепости, Цири начала думать о месте предводителем дикой охоты. Однажды ночью она разбудила Геральта и убедила его отправиться в Веллен. Цири знала, что на вершине Лысой горы она встретит Имлериха. Девушка собиралась его убить. Продолжение следует... Продолжение следует... Во Вроницах про это место говорили. Арт Кербин. Дом хозяек леса. Крестьяне боялись этого места. Оборон считал, что хозяйки леса просто сказка для непослушных детей. Интересно, как он сейчас? Он нашел жену и забрал ее куда-то далеко. С Анной не все было в порядке. Жалко. Откуда ты знаешь, что мы найдем здесь Имлериха? Авалак говорил, что в нашем мире повсюду живут создания, которые тайно общаются с эльфами из Айенейля. В Велине это ведьмы. Как я поняла, Эридин послал Имлериха к ним с приказом держать ухо востро. На случай, если Авалак вернется в старое убежище. Судя по количеству ушей, которые висят в лесу, они поняли приказ буквально. Думаешь, Имлерих еще здесь? Он любит плотские забавы. Вино, секс. Ведьмы ублажают его, а это питает его самолюбие. Я уверена, что он не упустит возможности и появится на Лысой горе в ночь шабаша. Ты знаешь, что это за место? Несколько сотен лет назад здесь обитали друиды. Но потом появились ведьмы, уничтожили Велинский круг и осквернили священный дуб на вершине горы. Раз в год здесь устраивают праздник, саббат. На него сходятся все местные крестьяне. Подозреваю, что Имлерих тоже появится, как почетный гость ведьм. Многое знаешь. Авалак хороший учитель. Давай сделаем то, что нужно. Надо подняться на вершину и найти Имлериха. Велинские крестьяне зовут эту ночь праздником даров. Не знаю почему. Авалак говорил, что самая большая слабость Имлериха – тщеславие. Тщеславие? Он старается произвести впечатление на противника. Зато второй, карантир, скрытен и прагматичен. Что неудивительно, он ученик Авалак. Стрелять. А то служил хозяин. Но он же чужой. Пусть подойдут. Но... Они пришли на праздник. Не годится отказывать им в гостеприимстве. Мы не на праздник. Нам надо подняться на гору. Через ворота вы не пройдете. Но там вон костры. Посидите. Еды и питья хватит на всех. Может, в этом году хозяйки снизойдут к нам. И мы хоть глазочком на них поглядим. Спасибо за приглашение. Мы с удовольствием посидим с вами, правда? Говори за себя. Идите за мной. А почему мы не пройдем через ворота? Хозяйкам только избранных пускают. Каждый год на гору поднимаются юноши и девушки не больше троих. Дай угадаю. Юноши и девушки не возвращаются. Возвращаются. Счастливыми. Рядко кто остается потом в Велине. Они уходят искать счастье по свету. Значит, хозяйки спускаются к вам? Если бывают милостивы. Мой отец рассказывал, как-то они переходили от костра к костру, выслушивали просьбы и жалобы. И каждый год мы ждем. Может, спустятся. Значит, тут их не было уже давно. Нет смысла надеяться на случай. Да, попробуем подняться на вершину. А что вы отмечаете? А что вам до этого? Не гневайся. Беловолосый служил хозяйкам, как и мы им служим. Целый год мы шлем им дары, а в эту ночь они одаряют нас благословением. Встречала я один такой дар. Заплаканный, перепуганный, сопливый. Лет восьми, кажется. Ты сказал, что хозяйки вас благословляют. Да, так и проходят наши дни. Сперва лета в трудах под жарким солнцем, потом дождливая осень, а потом зима и смерть. И тогда мы ждем весны, когда все, что мертво, возродится. А из нашей крови, из нашего пота дуб родит нам желудок. Иногда несколько, иногда целую горсть. И что вы делаете с этими желудями? Старейшины Велина собираются и держат совет. Одни хотят смолоть их и засеять поля, чтобы был богатый урожай. Другие отнести мудрой женщине, чтобы она сделала снадобье от чахотки. И что, горсти заколдованных желудей хватает на весь Велин? Никогда не хватает. Зачем хозяйкам дети? Мы не знаем и не спрашиваем. Не знаете? Так я вам расскажу. Скажите лучше, что делать мужику, если он встретит на дороге сироту, когда его собственные дети плачут от голода? Вы не здешние, а потому не судите нас по чужим законам. Довольно об этом. У нас есть еще вопросы. Нам надо идти. Вы торопитесь увидеть хозяек. Понимаю. Сгораем от нетерпения. Пойдем, Геральт. Нам надо успеть до рассвета. Идите к шатру и предстаньте перед Теклой. Это она решает, кто достоин встретиться с хозяйками. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а выскажи всё. Что-то будет. Что-то будет. Геральт? Да будет их доробили! О, это он! У-у-у. Эта кое-что! Продолжение следует... 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 что-то будет что-то будет ну давай прыгай ты ведь хочешь попасть хозяйка ну давай прыгай ты ведь хочешь попасть хозяйка гераль что-то будет 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 эти вернулись чего вы хотите я всегда держу слово теперь пусть пожившим что-то будет что-то будет что-то будет Я его уже видел. В этот год они не будут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...